Добрый день, коллеги, дорогие друзья. Немного я долго не выходила в эфир, поэтому хотелось бы представиться. Может быть, среди слушателей есть те, кто в прошлом году, с кем мы встречались. Ильина Ахнафна-Салихова. Я филолог по образованию. Помимо филологического образования сертифицированный эксперт по исследованию, по экспертизам речевых продуктов в виде текстов, аудио-видео-текстов. И работала почти 28 лет в высшеучебных заведениях. И есть опыт педагогической практики в школе. И люблю, и любила, и люблю участвовать в различного рода конкурсах педагогических изобретений, мастерства со своими аспирантами. Аспиранты тоже у меня защищали кандидатские диссертации, посвященные в том числе речевому онтогенезу и развитию речи, в том числе с нарушениями. Поэтому тема, которую я предлагаю сегодня вашему вниманию, она мне близка, и я считаю, она актуальна. Это классическая тема логоритмика как классический эффективный метод преодоления речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Почему эта тема была, есть и останется актуальной, особых, наверное, объяснений не требует, потому что логопедическую ритмику и сегодня рассматривают в качестве одной из форм активной терапии. Это всего лишь одно звено в коррекционной педагогике, поскольку оно связывает воедино слово, звук, музыку и движение. Вот именно такая специфика использования этой методики, наверное, задает ее актуальность и глубокий потенциал. Оставайтесь в эфире сегодня. Помимо сертификата вы в свой портфолио или копилку опыта получите еще 26 упражнений или варианты упражнений. Возможно, некоторые из вас используют уже в своей практике. Но вот сегодня поговорим как раз о том, что многолетняя практика использования логоритмики, она показывает, что при систематической работе, а что мы понимаем под систематической работой? Каждодневный наш труд, может быть, никому не видимый, труд совместный с родителями, потому что без родителей корректировать речь или профилактировать речь наших маленьких детей в работу будет не так эффективна, согласитесь. Конечно, отдельная тема заслуживает вопрос организации работы с детьми, с родителями детей в этом плане. Почему? Потому что вы понимаете, что психология родителей такова, что вот дай им волшебную таблетку, и завтра или через неделю у ребенка будет виден прогресс. Не всегда, как вы понимаете, многие из вас, как опытные или начинающие логопеды, воспитатели, психологи, безусловно, можете сказать, что не всегда сразу вынь да положь, как этого хотят наши уважаемые родители. И вот такая кропотливая, корректная работа, я считаю, это даже воспитание наших родителей, детишек наших, она тоже входит, хотите вы этого или нет, в наши обязанности. Ну вот в качестве такой преамбула мне бы хотелось перейти уже непосредственно и к теоретической базе исследований, потому что теория – это все-таки в основе любого фундаментального исследования лежат, а вот фундаментальная педагогическая наука, она как раз держится на большом опыте работы. Пожалуйста, скажите, меня хорошо видно и слышно? Мы можем продолжать дальше. Дайте, пожалуйста, мне сигналы. Все хорошо, да? Итак, что представляет собой логопедическая ритмика? Понятно, что если мы возьмем с вами любое качественное занятие или урок по логопедии, мы можем с вами проследить цепочку целей и задач, которых мы с вами придерживаемся. То, что направлено на развитие речи. И когда мы работаем над речью, мы с вами стратегически, то есть уже закладываем основу того, как будут обучать грамоте наших детишек уже, когда они вырастут, да, в школьном звене. Мы с вами уточняем, формируем и совершенствуем артикуляционную мелкую моторику. Это основа основ для будущей связанной речи. А связанная речь лежит в основе любой коммуникативной компетенции. Мы с вами формируем и совершенствуем фономатическое восприятие слуха, внимание, посмотрите, это уже тонкие психические процессы, без которых, естественно, не будут развиваться и познавательная активность ребенка. Мы ставим, закрепляем и правильно употребляем, используем звуки в слогах, в слове, предложении, в чистоговорках и так далее. И, наконец-то, в связанной, логически правильно построенной речи. То есть зона нашей с вами ответственности – это не только постановка звуков, коррекция и звукопроизношение. Мы работаем с вами впрок. И поэтому любые наши ошибки, а без ошибок работать невозможно. Тот, кто не работает, не совершает ошибок. Но их нужно минимизировать в нашей работе благодаря индивидуальному подходу к детишкам. Это, конечно, во главе угла. На таких уроках, качественных уроках, которые мы, конечно, с вами стараемся насытить и инновационными методами, и классическими в их сопряжении, воспитатели, логопеды воплощают и свои педагогические задумки, и, конечно, добиваются поставленных целей и задач. Задачи логаритмической работы, или, как я называю, задачи логаритмического воздействия, это не что иное, как мы работаем с детьми, как работаем, воздействуя на них, это прежде всего методики, которые сопрягают себе, как я уже говорила, и средства логопедического, и музыкально-ритмического, и физического воспитания. А в совокупности я убеждена, и вы, наверное, подтвердите, что это методика общего оздоровления, одно из средств оздоровления речи, не столько такой вот, одно из здоровья, изберегающих технологий. Это комплексная методика, поэтому актуальность использования логаритмического воздействия не только преодоления, но и профилактика речевых нарушений путем развития, воспитания и коррекции у детей в двигательной сфере. Потому что наш речевой аппарат, это прежде всего аппарат, который занимается движением воздушных потоков, то есть произношением звуков. Ну и еще, конечно, сочетание со словом и музыкой. Поэтому, перечисляя здесь, обратите внимание, задачи, а их здесь много, и эти задачи мы уделили на подзадачи, я хотела бы обратить ваше внимание вот на такой термин, который часто мы слышим, но мне хотелось бы его немножечко конкретизировать. Развитие физиологического и фонационного дыхания. Что такое фонационное? От греческого слова фон, звук дыхания, это как раз то самое дыхание, дыхательная гимнастика, это наш с вами один, не побоюсь сказать, из основных инструментариев работы с детишками по коррекции речи. Дыхание, которое обслуживает звучание голоса, это его энергетическая база. Николай Иванович Жинкин, известный нейропсихолог, известный физиолог, автор известной классической работы «Механизмы речи», писал так. Потенциальная энергия для речевой фонации накапливается только в период вдоха за счет подъема грудной клетки и опускания диафрагмы. Для речевого или фонационного дыхания характерны быстрый энергичный вдох, небольшая пауза и продолжительный ровный выдох. Это и есть основное отличие фонационного, то есть речевого, от обычного физиологического дыхания. Вдох должен быть бесшумным, а выдох плавным, без толчков. И умение контролировать выдох – это как раз то самое рациональное использование вот этого воздушного потока в процессе говорения, когда мы выдерживаем паузы, когда мы выдерживаем ровный темп и тем самым обеспечиваем благозвучность нашей речи. Благозвучность – одно из очень важных коммуникативных качеств речи, которая обеспечивает успешную коммуникацию. Вот поэтому я всегда говорю, что наша работа, она работа впрок. Мы цементируем те основы, которые далее развиваются у детишек уже в школьном, младшем школьном, извиняюсь, в среднем. И на выпуске мы должны видеть вот тот продукт, которым нужно гордиться. Это связная, логичная, эффективная, богатая речь, когда наши взрослые дети уже могут воздействовать своим речевым продуктом для достижения своих целей, задач уже в жизни. И когда мы говорим при перечислении задач, я на каждом не останавливаюсь, а вот отдельно те, что очень важны, особенно сегодня, когда мы в рамках нашей темы будем характеризовать отдельные упражнения, таким образом, логаритмика, она объединяет работу и по коррекции моторики, и психотерапевтические, и общевоспитательные мероприятия, что позволяет нам с вами идти, конечно, в ногу со временем. И это еще одно доказательство, еще один аргумент в пользу того, что логаритмика была и есть, остается актуальным полем нашего с вами взаимодействия с детьми по совершенствованию их речи. Не могу не сказать кратенько о тех, кому все-таки обязаны. Это теоретическое обоснование опыта. Само появление логаритмики началось с тех комплексных коррекций речевых нарушений в начале 20 века, когда в Европе появилось такое понятие, как ритмическое воспитание. Основоположником которой стал известный швейцарский педагог и музыкант Эмиль Жак Далькросс. Основой его методики, которая, кстати, легла в основу лечебной ритмики в дальнейшем, было выражение музыки при помощи движения. То есть человеческое тело становилось своеобразным инструментом, который четко передает ритм, темп, динамические оттенки и художественный замысел всего музыкального произведения в целом. Сам Далькросс говорил, что музыка приобретает телесные формы, в свою очередь преобразуя наши тела. И вот постепенно из музыкальной лечебной ритмики в 30-е годы 20-го века профессор психотерапии Владимир Алексеевич Гиллеревский в содружестве с логопедом, имя которого вам известно, Татьяна Александровна Гласовой, они стали основоположниками логопедической ритмики для коррекции речевых нарушений методики, ну и прежде всего, конечно, касалось явлений заикания. Сегодня логопедическая ритмика является обязательным компонентом коррекционной методики по преодолению заикания, но наряду с этим применяется и прикоррекция ОНР, как вы знаете, фонетика фономатических нарушений, аллалии и прочее. Почему лога ритмика? Все окружающее нас живет по законам ритма. И смена времен года, и день и ночь, сердечный ритм, и многое другое, все это подчиняется определенному ритму. Поэтому любые ритмические движения активизируют деятельность мозга человека. И с самого раннего детства важно заниматься развитием чувства ритма. Так-то доступны для дошкольников формы. Это ритмические упражнения, игры, которые на сегодняшний день разработаны в большом количестве. Вы в своей работе, конечно, индивидуально можете использовать различные вариативные формы при наличии тех атрибутов, которые могут вам понадобиться. И отдельно, конечно, хотелось бы сказать об учебнике, который стал классикой. Он пересдается очень часто. Логопедическая ритмика. Учебник Галины Анатольевны Волковой. Автор определяет логопедическую ритмику как одну из форм активной терапии, основанной на связи движения, музыке и слова. Вот эта книга, она издается очень часто. Переизданий много. И вот один из источников, которого я посоветовала, конечно, всегда, чтобы было на столе у воспитателей и логопедов. И исходя уже из концепции Галины Анатольевны Волковой, я кратенько буквально вам определила объект логопедики как структуру, рассмотрение структуры и работы с тем речевым дефектом, с теми неречевыми функциями, которые сопровождают этот дефект и речевыми нарушениями у лиц, имеющих вот такие искажения. Основные понятия, с которыми мы с вами будем сегодня иметь тело, перечислены, у вас на слайде представлены. Цель и принципы, выработанные, представленные вот в том классическом произведении, на которое я ссылалась, чуть выше это пособие Волковой. Ну и основной метод, конечно, с сопутствующими музыкальными, физическими и так далее упражнениями, это фонетическая ритмика прежде всего. Продолжая разговор о структуре тех занятий, которые проводятся с использованием методики логаритики, мне хотелось бы отдельно еще подчеркнуть, что занятия в целом направлены на всестороннее развитие ребенка, не только на совершенствование речи, работая над какими-то зонами речевых патологий, но и на то, чтобы дети обладевали двигательными навыками. Они умели ориентироваться в окружающем мире, параллельно понимать смысл предлагаемых заданий. Мы с вами воздействуем на способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя в определенных случаях. И еще раз повторюсь, что ежедневное, желательно в одно время, выполнение различных по своему объему и содержанию логаритмических упражнений, что мы сюда можем отнести, и утреннюю дыхательную голосовую зарядку, гимнастику с движениями, и упражнения на расслабление. Здесь уже мы касаемся тех мышечных тонусов, с которыми нам тоже приходится с вами часто работать, даже при постановке отдельных звуков. И пение отдельных гласных звуков с движениями и так далее. Вот это все в совокупности создавляет тот оздоровительный режим, обеспечивающий уже и в целом здоровье ребенка, его эмоциональное, психологическое здоровье, в которое включают умение говорить, слушать и участвовать в различных видах деятельности. Я, конечно, имею в виду прежде всего речевую деятельность. Под регулярными логоритмическими занятиями мы с вами будем иметь не только, опять-таки здесь ритмика, понятие ритмики мы с вами чувствуем, не только каждодневное занятие, но вот в результате которых происходит уже в организме перестройка и сердечно-сосудистой, и дыхательной, и речедвигательной, ну и в целом познавательных систем. Когда мы говорим о структуре, мы, конечно, имеем в виду и ходьбу, и маршировку сопровождаемую или без музыки, и упражнения, регулирующие дыхание, голос, артикуляцию, мышечная тонность и так далее. Этих упражнений масса, и сегодня я постаралась их классифицировать и в удобном для вас виде. Слайды вы для себя можете затем уже загрузить. И сами упражнения, я надеюсь, что войдут в вашу копилку активных разработок, которые вы используете уже на занятиях. С содержательной точки зрения, конечно, мы два звена с вами имеем в виду, когда работаем по логаритмике. Это развитие, воспитание, коррекция, неречевых процессов, связанных и влияющих прямо на речь, и развитие речи, коррекцию самих речевых нарушений. Вот кратенько подводя итог той теоретической базы, на которую я постоянно буду ссылаться, и вы в своей работе будете обращаться, безусловно, итог тому, что было представлено ранее, я хотела бы прекрасные фразы, цитаты Юрия Петровича Фролова. Это известный физиолог, ученик и соратник Павлова, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, он сравнивал человеческий речевой аппарат со скульптором. Правда, скульптор создаёт художественные образы из глины, высекает их из мрамора. Говорящий же человек лепит звук речи из особого материала, из волн движущегося воздуха. И вот наша с вами задача научиться, научить наших детей правильно использовать эти волны воздушные для того, чтобы красиво и правильно говорить. То есть как сделать речь звучной, красивой, выразительной. Установлено, что обучение с применением отдельных, дифференцированных приёмов логоритмики, оно положительно сказывается как на состоянии движений речи, так и повышает в целом медико-педагогические воздействия. Логопедическая ритмика, она занимает особое место в системе комплексного, это только в комплексе, естественно, коррекционной работы с дошкольниками, и служит очень хорошим средством нормализации двигательных движений и речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа. Будут отдельно предложены далее упражнения на отработку этих компонентов и мелодико-интонационной стороны речи. Основа занятий, ещё раз повторюсь, это синтез слова, музыки и движения. Музыкально-ритмические упражнения, напомню, они направлены на тренировку высших психических функций, в том числе внимания, памяти, наблюдательности, тормозных реакций, координации движений, а всё это, мы не забываем, лежит в основе последующего общего развития ребёнка. Особое место занимает, конечно, упражнение, которое регулирует мышечный тонус. Цель этих упражнений, и я забегаю уже вперёд, заключается в том, чтобы устранить напряжённость, скованность, воспитывать свободу действий наших детей или, наоборот, даже повышать при необходимости тонус мышц в зависимости от состояния и диагностики ребёнка. Кстати, вот в следующий раз я как раз коснусь проблемы диагностики и коррекции речевых нарушений. Диагностика – это всё-таки отдельный вопрос, это отдельная работа, огромная работа, скрупулёзная, потому как можно правильно выдиагностируете состояние ребёнка, и подбор индивидуального маршрута его коррекции речи будет уже в результате иметь наиболее эффективные результаты. Упражнения по ритмической разминке воспитывают и координированные движения рук, и ног во время ходьбы или бега, и правильную осанку, и формируют навыки движения в коллективе. То есть ориентировка в пространстве с учётом того, что ребёнок не один. Ещё раз из занятий в занятия в работе с вами мне приходится напоминать, это мы уже априори должны принять, что занятия должны носить занимательный игровой характер, чтобы снять двигательную скованность детей, особенно у тех, у кого нарушение речи. Материал, который использует логопед для восстановления речи или коррекции, конечно, тесно связан с логопедическими приёмами и методами, и может быть своего рода дополнением в работе по корректуре отдельных проблемных зон в целом, когда мы диагностируем ребёнка. На логоритмических занятиях мы выполняем с вами, если помните, артикуляционные упражнения, закрепляем все звуки речи. Ну и вот, как говорит Юрий Петрович Фролов, чтобы быть скульптором и лепить звук из воздуха, необходимо создать базу, тот самый нужный и эффективный инструментарий. Необходимо овладеть техникой речи. Что вообще в технику речи мы с вами включаем? Дыхание, голос, интонационная выразительность и сопутствующие компоненты. Ну вот три кита основных, и, соответственно, классификацию упражнений я делаю с ориентировкой на вот эти основные компоненты. Дыхание. Кратко вспомним, охарактеризуем. Во время речи у нас дыхание подчиняется требованиям артикуляционного аппарата, гортани, которые формируют наши звуки речи. Мы произносим звуки нашей детишки с определённой силой. И в зависимости от того, какой звук образуется и с какой силой он должен прозвучать, определяется нужное количество воздуха. Вспомним, выделяются обычно четыре качества речевого дыхания. Глубина, высота, частота и близость. Именно эти качества помогают в дальнейшем выработать благозвучие, интонационную гибкость и выразительность в целом речи. Голос. Чтобы речь была лёгкой, звучной, плавной, мелодичной, мы с вами специально обрабатываем наш с вами голос. Постановка голоса. Надо развивать природный голос ребёнка, научить правильно пользоваться им, чтобы избегать крикливых интонаций. Постановка голоса, она опять зависит от силы того воздушного потока, которым мы можем и нам нужно детей научить управлять воздушным потоком. Таким образом, когда мы изучаем структуру и содержание логоритмики, мы отмечаем в системе в целом коррекционной работы с детьми особое место логоритмики. Ведущую педагогическую идею опыта мы с вами можем сформулировать так, что логоритмика очень тесно связывается с музыкой. Почему? Потому что музыка с её огромным эмоциональным влиянием позволяет бесконечно разнообразить приёмы, движения и характер упражнений. Музыка не просто сопровождает движение и речь, она является организующим началом всей логоритмической деятельности. Она задаёт темп, она задаёт ритм перед началом занятия, ну и, конечно, настраивает на отдых во время релаксации. Каждое занятие, каждый урок по логоритмике должно иметь сюжет ярко, эмоционально, в атмосфере, возможно, даже праздничной. Дети учатся очень многим интересным вещам. И поэтому вот эта последовательность, варьирование тех сюжетов, сюжетных линий, которые вы будете задавать за счёт приёмов упражнений разнообразных, как раз и позволит вам учесть и индивидуальность ребёнка, и его психологические возрастные особенности. Упражнения на развитие дыхания обычно помогают выработать увеличение или уменьшение продолжительности вдоха, его силу. Их можно сочетать успешно с движениями рук, поворотами туловища, приседанием. Ну и, конечно же, мы включаем в эти упражнения речевой материал, который обычно произносится на выдохе. Перед тем, чтобы перейти к характеристикам тех упражнений, количество которых я вам уже задала, но дело даже не в количестве, а в качестве, потому что вы будете варьировать эти упражнения, возможно, некоторые уже активно используют их. Мне бы, конечно, отдельно хотелось бы поговорить об адресных методиках, которые состоят из разделов, идентичных этапам технологии развития ритмических процессов у детей с различными речевыми расстройствами. Временные рамки проведения каждого этапа вот таких методик, они будут определяться структурой речевого расстройства. То есть нельзя обещать родителям, что да, через неделю, месяц там ребёнок неговорящий может заговорить. Нет, конечно, иногда и года, полугода, года бывает недостаточно того, что вот мы называем речью в прямом смысле слова, а вот к связанной речи тем более. Но эффективные методики для того, чтобы что-то скорректировать или чтобы ребёнок начал говорить, кстати, эта проблема, она особо актуальна сейчас по различным причинам, не только как вот на некоторых вебинарах, конференциях. Я слышу, что вот это ковид сыграло такую роль, что сейчас много неговорящих детей. Нет, конечно, не только ковидная эпоха, но не без её влияния. Неговорящих детей стало больше. Статистика эта, к сожалению, свидетельствует. И начать... Есть примеры того, что ребёнок начинает в 5-6 лет заговаривать. Это, конечно, уже сложный, очень сложный случай, где нужно подходить совокупно, симптомно. И здесь без работы медиков, конечно, в медицинских приёмах не обойтись. Так вот, временные рамки, конечно, всегда индивидуальны. И вы это знаете даже лучше меня. У детей, например, с дезартрией, у которых наряду с нарушением тонуса мышц имеется и нарушение моторной сферы. Им свойственна инертность, плохая переключаемость движения. Поэтому, когда мы работаем с такими детьми, с таким диагнозом, мы особое внимание первому этапу с вами уделяем. Почему? Потому что этот этап направлен на развитие моторного ритма, который будет проводиться более длительно по сравнению со вторым, третьим, четвёртым и пятым этапами. Именно на этом этапе у детей с дезартрией формируется навык ритмической ходьбы, координация движений рук и ног, способность к смене темпа. Это уже помогает к речевой ритмике приблизиться. И ритмодвижения. Только после этого возможен переход плавный к направленному усвоению музыкального ритма. Это второй этап. И далее уже к последовательному усвоению третьего, пятого этапа. То есть процесс формирования у детей с дезартрией, ритмически организованной речи, требует длительной тренировки. Что, например, немножечко отличает от работы с детьми с аллалией, для которых характерно упрощение программы при выполнении двигательных заданий. Им свойственно замедленное включение в деятельность. Они достаточно слабее воспринимают и запоминают материал. И им, к сожалению, свойственно сниженная, меньшая мотивация к занятиям. То есть работа как раз с детьми, которым диагностировали аллалию, начинается с формирования мотивации к занятиям на доступном двигательном и музыкальном материале. С использованием и невербальных средств коммуникации. Это повторы движения и прочее. Поэтому первый и второй этап для тех, кто страдает аллалией, в большей степени используется подражание, давая образцы движений, разные способы выделения акцентов движения, равно как это про повторение звука, с преимущественной опорой на зрительный образ. При развитии речевого ритма у детей с аллалией значительное внимание нужно уделять, конечно, звукоподражательным упражнениям, образцам, начиная со слогового и уже переходя на словесный материал с соответствующим музыкальным подкреплением. Это, конечно, уже идеал. Для детей с аллалией особое значение имеет многократность повторения однотипных упражнений на всех этапах методики. Для детей с невротической формой заикания, достаточно легко усваивающих материал начальных этапов методики, очень важно то, что ритм музыки, который передается с помощью движений, как раз является регулятором их эмоционального состояния. Речевые ритмы для детишек с невротической формой заикания не вызывают проблемы усвоения, но больше времени мы уже затрачиваем на задачи пятого этапа, когда мы доходим до форм активной коммуникации. И поэтому очень важно для детей с этой формой нарушения речи использовать упражнения для совместных действий, с другими детишками. Сама логоритмика в данном случае используется для того, чтобы дать образцы плавной речи для развития общения, коммуникативной сферы, с помощью которой можно и эмоциональную сферу корректировать. При неврозоподобной форме заикания, здесь есть немножечко отличие от предыдущей, весь цикл этапов двигательного обучения будет занимать гораздо больше времени по сравнению, например, с их реализацией при невротической форме заикания. И поэтому в преддверии работы, то есть когда мы с вами готовимся к работе с такими детишками, нам важно проводить работу индивидуальную. Прежде всего по усвоению ритма в движениях, это координация переключаемых движений, кромирование разных компонентов музыкального ритма. И здесь, конечно, нам на помощь приходят упражнения по произношению слога рядов со сменой ритма, словесных и уже синтагматических, или синтагменных ритмов речи. Вот после таких адресных методик, мне хотелось бы перейти уже к тем играм и упражнениям, которые вы, безусловно, используете в своей практике. Ну вот какие варианты еще важны. То есть вот мы, когда дуем на ватку или на прогулке одуванчики используем, пушинки, мелкие бумажки и так далее, губы ребенка должны быть округлены. Мы вытягиваем их вперед без напряжения щечек. Иначе при корректировке отдельных звукопроизносительных норм мы не сможем вот этот мышечный тонус снять. Если нет одуванчиков, если зима на дворе, снежинки и прочее, то есть далее, вот посмотрите, и мыльные пузыри. Не пренебрегайте, пожалуйста, игрой на музыкальных инструментах, потому что здесь и губная гармошка, и дудки, и прочее. Можно целый музыкальный оркестр организовать для того, чтобы у каждого члена оркестра был свой музыкальный инструмент. Есть упражнения, которые с постановкой вытягивания губ можно поднять ручки вверх, вдох, опускаем выдох. То есть вот эта ритмика вдоха-выдоха, дыхательная гимнастика выработалась. Усложняем постепенно удачу, особенно для детишек второго типа, что я характеризовала. Мы на выдохе пропеваем гласные звуки, поем, а затем сочетаем их с согласными. Это делать легко с помощью введения междометия. Ах, ох, ох, ау, пропеваем, и, соответственно, только на выдохе, чтобы правильно вот этот ритм воздушный поставить. Можно еще одно упражнение использовать, которое при постановке дыхания мы корректируем. Длинную веревочку или короткую веревочку взяли, спрятали в кулачке, да, предлагаем ребенку взять кончик веревки и начать тянуть, непрерывно пропевая гласный звук. А, о, у или и, причем веревочку он тянет, и в зависимости от звука, да, вот чем дольше мы тянем, и в это время пропеваем гласный звук. Очень хорошая вот эта вот ориентация на веревочку и прочее. Варианты тех игр, которые на предыдущем слайде были вам предложены, чья птичка, да, или там чей кораблик, чья пушинка дальше улетит. Опять-таки мы активируем мышцы губ, да, можно сделать птичек из цветной бумаги, вот вам уже задействуем мелкую методику. Положили на край стола, по очереди, там по одному, по двое, устанавливаем напротив птичек и говорим, птички полетели. Дуем на фигурку, пусть в фигурке разлетается, ваша задача вот эту вот воздушную струю поймать, чтобы они правильно выдыхали. Продвигаем как можно дальше этих птичек, сильнее воздушной, то есть сила воздушной струи увеличивается, ну, естественно, остальным детям, чья птичка дальше улетела, кому-то можно и конфетку или какой-то сюрприз уже в конце игры предоставить. Птичка ли это, бабочка ли это, точно так же бабочку мы можем использовать, да. Бабочка, кстати, вот в каких важна игр, когда мы не просто там сильно дуем, да, а учим плавно выдыхать воздушную струю, и бабочка не просто слетает, как птичка, да, здесь уже не резкие движения, а плавно с цветка, не урывками, а с цветка на цветок, с картонки на картонку, что может заменить весьма вот этот листочек, мы используем уже для того, чтобы плавность выдоха, тем самым снимая, может быть, даже напряжение мышечного тонуса. Кубик ли это, ну, мячики здесь не подходят, мячики слетают, кубик или какая-то другая игрушка лежат на коврике детишки, на животе кладем легкие какую-то пластмассовую игрушку, предмет, ну, вот, например, кубик Рубика, да, и глубокий вдох, через нос выдыхаем и выдох, и мы смотрим, чей кубик поднимается выше, то есть вот такую диафрагму, отработка диафрагмы для того, чтобы речи двигательные движения, ну, и опять-таки контроль воздушного потока, нам потом это пригодится при постановке звуков отдельных. Капитаны – это один из вариантов игры, которые вот мы с вами рассматривали, кораблики, да, я вот забыла упомянуть, там, когда мы дуванчики дуем или кораблики пускаем зимой, да, в тазик воды набрали, и кораблики пускаем, можно капитанами быть, можно фантазию подключить, и, соответственно, опять-таки, для чего мы не просто играем, мы с вами следим для того, чтобы губки складывались так, как для буквы «Ф», да, не просто сильно, а двигаем плавно кораблик, налетает порывистый ветер, вот здесь уже можно прерывистое дыхание, да, вот вам, пожалуйста, уже на будущем мы закладываем основу коррекции звуков губно-губных и губно-зубных. Ну и, естественно, ребенок входит в игру, дует, сидит там на маленьком стульчике, подвигаем к столу и работаем с такими формами эго. Ну, это дыхательную гимнастику, дыхательные упражнения мы с вами можем в рядце, придумывать на ходу, главное, суть не меняем для того, чтобы вдох-выдох, и на выдохе эти упражнения делаем. Воспитание силы голоса, вот, совокупность тех упражнений, которые нам помогают и силой управлять, и менять тембр и прочее. Почему это так важно? Вот сейчас, когда я готовлюсь к встречам, к лекциям со студентами и со взрослыми, есть у меня цикл занятий, посвященных того, как сделать выступление уверенным, не бояться выступать. И вы знаете, при первой диагностике, когда я задаю вопрос студентам, а чего вы боитесь, когда вы выходите перед аудиторией? Очень многие, как ни странно, в числе ответов слышишь не то, что там не способен запомнить большой объем материала, да, или боюсь там оторваться от бумаги, от шпаргалок своих. Как ни странно, не многие стесняются своего голоса. Странно, да? Но вот почему? А потому что, когда они слышат записанную на аудио свой голос, или когда говорят, что они выходят, они настолько нервничают, что постановка голоса, голос меняется по их мнению, и, оказывается, вообще психологи по изучению звучащей речи установили, что большее доверие у аудитории возникает к тем людям, у кого достаточно низкая тембровая окраска голоса, ну, практически мужская, да. Крикливый и прерывистый голос – это один из маркеров того, что человек нервничает. Если человек нервничает, эта нервнозность может передастся аудитория. И вот эти маркеры, они, конечно, должны быть минимизированы. Мы все беспокоимся, мы все волнуемся перед любыми выступлениями. Я, несмотря на 28-летний педагогический слой стаж, выступление перед разными аудиториями, когда приходилось и со студентами, и со школьниками работать, и с журналистами, и с юристами, которые уже собаку съели, и их ничем не удивишь, элемент волнения присутствует всегда. Это норма психологического нашего состояния, потому что мы переживаем, это процесс сопереживания, когда вы вовлекаете в свою деятельность, а я считаю, не просто речевая деятельность, а речемыслительная деятельность. И вот, дорогие мои друзья, мы с вами опять возвращаемся к той априори вещи, которая должна быть нами принята. Мы задаем фундамент того, как наши дети будут, уже будучи взрослыми, говорить, как они будут ставить голос. И вот ряд таких упражнений, подборку которых я вам сделала, потому что можно в различных вариациях использовать варианты, вот уже внизу даже представляю. Например, когда мы говорим или мы поем громко, как слоник, посмотрите, мы тянем эти гласные и громкость задаем, мы меняем высоту голоса, мы поем тихо, как мышка. То есть опять-таки здесь внимание уже даже на звуки пойдет, на звуки тихие, звуки переднего ряда, которые мы произносим тихо, и гласные заднего и среднего ряда, которые как раз отличаются от О, У, А, вот когда мы должны с большей силой воздушной струи их произносить. Ну и точно так же можно звукокомплекс по высоте и силе регулировать. Мы детишкам предлагаем, например, скажи мяу, когда кот рядышком сидит, или тихо, или котик злой, или высоким голосом, когда котенку больно, или низким голосом, когда старенький котик болеет. Ну и с разными животными, пожалуйста, и с коровкой, и с собачкой, и с лягушкой. Вот эти звукокомплексы мы сможем с вами выдрессировать, тренировать с детишками. И поверьте, это доставляет большое удовольствие как детишкам. Они входят в роль, они начинают, но не доводить, конечно, до вот такого базара, не перекрикивать. Здесь уже контроль ваш, как организатора этих игр и проведения упражнений обязательно должен быть. Далее, когда мы с вами уже начинаем вводить речевой материал, то есть усложняем форму речи, да, скажем, уже с 4-5 летками работаем, те упражнения можно и с 3-х летками, и 2 годика, когда речь активизируется, мы вводим речевой материал, мы прививаем чувство стихотворного ритма, мы вводим музыкальные занятия, и вот здесь уже, пожалуйста, можно и с движениями. Ну, например, мы топочущим шагом идем, проговариваем слова в паровозе, даже можно это в хороводе, паровозиком, да, вот поезд наш ездит, колеса стучат, опять-таки слоговый ритм вырабатываем, ударение проставляем, дележ вот этих вот слов на слоги, фономатический слух влияет, да, и вот логопедическая гимнастика, можно или сидеть, вот 10-е упражнение, одуванчик, да, вот исходное положение присели, голову спрятали в коленке, оплатили, спал цветок, и вдруг проснулся, подняли голову, выпрямили руки, опустили ручки вдоль тела, больше спать не захотел, шевельнулся, потянулся, взвился вверх и полетел, выпрямляем спинку, поднимаемся, слегка покачиваемся вправо-влево, напоминаю, как вот ветерок, да, одуванчиком отвели ручки назад, вырастают крылья, мы полетели, и так далее, и так далее. Упражнение 11-е бабочка, да, тоже мы летаем, имитируя движение бабочки, ну, конечно, не самолеты, а бабочки, да, отличия вводим, и детишек на это даем установку. То есть вот дозировку, насколько часто, много эти упражнения повторять, да, да, вот дозировку вы, конечно, определяете сами, повторять с учетом характера, тяжести речевого нарушения, как только мы видим параллельно и в совокупности с другими упражнениями, что есть прогресс, мы продвинули определенные звуки, усложняем, усложняем. Я здесь, конечно, всегда цитирую уважаемую много Наталью Черниговскую, это известный физиолог, вы знаете, это доктор биологических и физиологических наук, ее вебинары просто на ура проходят, и лекции читаются она в заведующей лаборатории по нейролингвистике Санкт-Петербургского университета, очень уважаемый не только в нашей научной среде, но и зарубежный человек, с большим опытом работы, она всегда говорила и говорит, неважно от возраста какого, детишки взрослые или пожилой контингент, мы ставим перед мозгом сложные задачи и помогаем детишкам их выполнять, то есть всегда планка должна быть задана выше, ну тогда никакие болезни нам не страшны, а те нарушения, которые есть, мы, конечно же, будем стараться преодолевать. И, ну, например, все наши упражнения, они ориентируются, базируются на той программе, которую вы вырабатываете, да, в обучении, в дошкольном образовательном звене. Ну, предположим, когда мы с вами рассматриваем тему, там, дикие животные готовятся к зиме, вот вам зайка, пожалуйста, подняли верхнюю губку, обнажили верхние зубки, как зайчик, и повторяем, имитируем, да, или давайте сердитого улока изобразим, здесь уже нижняя губа прикусывается верхней, и мы опять-таки либо напрягаем при необходимости, либо, наоборот, снимаем мышечный тонус для того, чтобы определенные звуки произносить, да, как ежик фыркает, все, повторяем, вибрацию губ. Для чего это нужно? А вам нужно обеспечить правильное произношение тех звук, если звуков, которые касаются переднего ряда, да. Очень любят детишки, как лососенок или теленок сосет молочко и чмокает, ну, просто обожают эти упражнения, и у них у всех это очень здорово получается. Когда мы говорим о том, что пальчиковые игры сопряжены, ну, это уже классика тоже, да, она во всех направлениях специальности по педагогии, психологии, пальчиковые игры, речи двигательные упражнения, это обязательно близко должны стоять, и, соответственно, упражнения на это должны быть нацелены. Я только напомню вам, кто как раз вёл и открыл, да, вёл вот эти игры, создатели оздоравливающей методики воздействия на руки, это японский известный врач, Намикоси Токодира, вот у вас на слайде изображён, помните, наверное, в одно время бум был, и стопы ног пассажировали, и ручки, пальцы, рук, ну, действительно, он утверждал о том, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, которые посылают импульсы в центральную нервную систему, хотим мы как-то сердечко своё там подправить, пожалуйста, там мизинчиком массажируем, если средний палец, мы кишечник, безымянный печень и почки воздействуем, то есть главной задачей пальчиковых игр является такое ритмическое использование стихотворного текста, согласованное с движениями пальчиков, да, и тем самым мы, вводя речевой материал, развиваем речь. Ну, например, можно прищепку использовать или просто пальцы длинные клюва, да, упражнение выполняем, клюву в линее не видал, чем клювы у аиста, не видывал я, чем клювы у аиста и журавля. Ритмично сжимаем, разжимаем, вот вам, пожалуйста, пальчик вибрии массаж на все зоны, а вы знаете, что речевые зоны у правшей, они находятся в левом полушарии, и вот эти нервные рецепторы, они, соответственно, воздействуют на зону верники, зоны брака, это речевые зоны наши с вами, которые обеспечивают речедвигательную деятельность. Лисята упражнения тоже можно изображать пальчиками, да, в это время, когда мы стихотворение учим, соответственно, движениями правой и левой руки по каждой, по произношению каждой строчки. Вот далее ряд упражнений, я уже подробно на них не останавливаюсь, почему? Потому что стихотворное в левом столбце, и, соответственно, какие можно пальчиковые игры, и что с пальцами или ладошками, пулачками, как мы работаем, при упражнении ботинки, помощники, как посуду мыли, да, повар, как мы загибаем те или иные пальчики, елочку, мы изображаем и фонарики, и саму елочку, ушки, и сводим там средние пальчики и прочее. Я вот здесь подробно уже не останавливаюсь, но на слайдах эти упражнения подробно расписаны, и вам будут представлены. Передвигаемся дальше. Слоговый, словесный, синтагматический или синтагменный ритм на музыкальных занятиях. Здесь можно, ну, естественно, все упражнения вы согласуете с вашим музыкальным педагогом, или если используете, вот дальше я дам характеристику основных источников литературы, где под спорьем может аудиоматериал идти, где можно даже при отсутствии музыкального педагога использовать воспитателем самим. На примере одного только упражнения, грустный дождик, да, здесь можно палочки использовать, тут инвентарь, те игры, игрушки, которые у вас есть в наличии в саду. То есть вы предлагаете прослушать музыкальный фрагмент, и вот этот ритм, простой ритм кап-кап-кап дождик, да, в медленном темпе непрерывно льющаяся музыка детишки изображают с помощью палочек, пальчиков, проговаривают слоги, да, кап-кап отстукивает ритм там на треугольниках или квадратиках, что у вас есть. И сама инструкция для проведения упражнений вам дается далее. И упражнения можно также провести и с песенкой «Рыбок», это музыкальная, и, соответственно, дальше, когда вы будете вводить не только стихотворные, но и текстовые материалы. Вот, например, упражнение «Три медведя». Здесь мы можем и садиться, и стоять, то есть проговариваем тех, да, «Три медведя шли домой», детишки идут друг за дружком по тройке, да, можно выводить руки, поднимать вверх, папа был большой, большой, мама чуть поменьше, опускаем ручки на уровень груди, а сынок малышки, и приседаем слегка, продолжает идти, а малышка просто, малышка просто, очень маленький он был, переваливаемся, изображаем мишек, да, с погремушкой уходил, и играл он до утра, сели на корточке, и простукиваем слоги, да, «Ту-ру-ру», «Та-ра-ра», и несколько раз, пока вот не выучим этот стишок, не обязательно, естественно, в один день, а постепенно-постепенно. Точно так же «Совушка-сова», «Серый зайка» умывается, стихотворный текст, музыкальный ритм, да, темп задаем и проговариваем текст в совокупности с движениями. Вот такая подборка упражнений, мы листики осенние можно изобразить, мы теплоходы изобразить, изображаем летчика. Вот такая подборка упражнений, вариации которых, еще раз повторяю, вы можете использовать, я надеюсь, что составит ваш дидактический портфолио и принесут пользу вашим детям, потому что логоритмическая ритмика, она, конечно, полезна всем, и с детишком, и детишком, которым мы работаем в норме, развивая речь, и с теми, у кого идет задержка речевого развития, или страдает за экраном, будет, пожалуйста, двигательное упражнение и прочее. И, конечно, есть такое явление, которое психологи называют речевым негативизмом. Вот коллеги-психологи, я видела перед встречей, подтвердя, что такое речевой негативизм. Это явление, когда ребенок или очень неохотно вступает в речевое общение. Ну, как обычно, родители говорят, он все понимает, а сказать не может. Мы часто встречаемся с такими в последнее время случаями. Ну, а поскольку занятие задает такой положительный, благоприятный эмоциональный настрой, мотивацию к выполнению вот таких логопедических и других упражнений, в том, что логоритмика, она идет на пользу, она полезна, конечно, сомневаться не приходится. Итак, друзья, уважаемые коллеги, какую литературу вы можете использовать по теме? Я ориентировалась на последние издания, потому что классические источники были нахарактеризованы, когда теоретическую базу вообще логоритмических исследований я вам сегодня пыталась кратко представить. Чудо-логоритмика, действительно чудо для работы с теми детишками, которым нужно поставить сонорные звуки. Здесь и рифмованные тексты, и чистоговорки, и загадки. Ну, я считаю, что это вот такая находка для логопедов. Логоритмика и говорилки для молчунов. Это тоже очень хорошие пособия Татаркина и Любови Александровны, Бунина и Виктории Станиславовны. Тоже вышли в 21-м году, предыдущие вообще в 23-м, в прошлом году. Издания, которые я вам настоятельно рекомендую, потому как их можно заказать в интернет-магазинах. Действительно, это богатый, богатейший дидактический материал, который вам, несомненно, поможет. Первые четыре книжки вы можете скачать, загрузить из группы, адрес которого здесь у вас имеется. Прекрасные классические работы, переизданные несколько раз, и с наработками упражнений, которые, безусловно, пригодятся вам при работе с детьми, у которых разные различные диагнозы. И особо хотелось буквально несколько секунд остановиться на логоритмике Филатовой, Гончаровой и Прокопенко. Здесь действительно технология дается для детей с и ОНР, и отдельными диагнозами, которые я сегодня озвучила. И большой плюс этого пособия, дорогие мои, в том, что здесь, кроме 98 нотных приложений для проведения музыкальных занятий, дается двухчасовая аудиозапись музыкальных фрагментов. Если нет музыкального педагога, пожалуйста, логопеды, психологи, воспитатели, вы можете использовать вот это очень удачное, на мой взгляд, дидактическое решение, методическое решение для работы вам, логопеда. Я благодарю вас за внимание. Хотелось посмотреть, есть ли какие-то вопросы сегодня, но, по-моему, вопросов нет. Насколько я по чату сужу. Так, так. Спасибо большое. Аудитория очень всегда благодарная. Я очень рада, если вы для себя... А, вот как можно структурировать логопедическое занятие для максимальной эффективности? Структура занятия будет, безусловно, зависит от того, с каким контингентом детишек и с какой диагностики. Ну, например, ОНР. Мы берем структуру. Мы переходим плавно от подготовительных занятий сначала по постановке дыхания, по постановке голоса и подбору, обязательно подбору тех упражнений только после того, уважаемый коллега, как вы диагностируете те речевые проблемы, которые у ваших детишек в данной группе есть. В индивидуальной работе это будет одна структура. В групповой работе это будет структура, безусловно, отличаться, где вы уже подключаете весь резерв группового взаимодействия, вплоть до тактильного, как до танцевального движения, то, что работает на эмоциональный контакт и, соответственно, уже освоение и коррекцию тех звуков, которые вам нужно проработать. Ну, вот отдельно у меня будут еще посвящены отдельные вебинары по коррекции и диагностике. Об этом тоже отдельно много можно говорить, поэтому приглашаю, если будет время, желание, пожалуйста, подключайтесь, и там я уже более подробно отвечу на ваш вопрос. Так. Ну, вот о том, пересмотреть вебинар можно или нет, запись будет представлена у организаторов уважаемого проекта Директ Академия, и презентация будет вам тоже для скачивания представлена. Так. Ну, вот, по-моему, больше вопросов нет, да? Вот я благодарю за вопрос, конечно, Дмитрия, да? И здесь индивидуально будем подходить. И приглашаю вас, Дмитрий. Вот какие игры с музыкой подходят? Здесь я как раз вот упражнения с вовлечением речевого материала в музыкальное сопровождение были представлены целую подборку упражнений. И делегирую вас вот к тем источникам краткую характеристику в конце нашего занятия я вам дала. Коллеги, благодарю вас за посещение занятия. Надеюсь, вы успешно используете мой материал в своей дальнейшей деятельности. Ну, и приглашаю вас на дальнейшие вебинары коллег и свои лично в зависимости от той темы, которой вы занимаетесь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok